Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия В эти минуты в Черкесии проходит торжественное открытие главной мечети Карачаевой Черкесии. Это самая крупная мечеть в республике, в которой могут находиться порядка 5000 верующих. Диаметр ее центрального купола 18 метров. Всего мечеть имеет 33 купола. Внутренняя поверхность центрального купола выполнена мастерами из Турции. Вся прилегающая территория озеленена. Здесь предусмотрены два фонтана, детская площадка и зона отдыха. Особое внимание уделено парковке, места созданы вокруг всего здания. В честь Дня Конституции Российской Федерации глава Карачаевой Черкесии Рашид Тимрезов вручил первые паспорта 26 ребятам из всех городов и районов республики. В своем выступлении руководитель региона отметил, что каждый из этих ребят внесет определенную лепту в развитие нашей страны, сделает все возможное для того, чтобы Россия становилась еще сильнее, еще могущественнее. Вам я хочу пожелать успехов, успехов в учебе, успехов в тех занятиях, которыми вы любите заниматься, осуществления всех тех поставленных задач и целей, которые вы перед собой ставите, которые ставят перед вами ваши родители, ваши учителя. И я уверен, что у вас все это обязательно получится. Хорошо учитесь, занимайтесь спортом, увлекайтесь тем, чем вы сегодня увлекаетесь. Любите свою родную республику и нашу великую страну России. Очередная 43-я сессия Народного собрания Карачаево-Черкесии состоится 15 декабря в Большом зале Дома правительства. Парламентарии рассмотрят несколько законопроектов, в числе которых о внесении изменений в региональный закон о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый период до 2024 года, о республиканском бюджете на следующий год и плановый период до 2025 года, о внесении изменений в закон о порядке выпаса, содержания и прогона сельскохозяйственных животных. На площадке торгово-промышленной палаты Карачаево-Черкесии прошла встреча сельхозтоваропроизводителей республики с представителями Национальной ассоциации оптово-распределительных центров, которые рассказали о вариантах реализации сельскохозяйственной продукции как на российском рынке, так и на рынках Китая, Вьетнама, Индии и Ирана. Представители регионального минсельхоза отметили, что в республике реализуется ряд приоритетных и прорывных инвестиционных проектов. В том числе в рамках одного из них планируется строительство оптово-распределительного центра единовременного хранения до 60 тысяч тонн продукции, садоводства и овощеводства. Комментирует информацию член Комитета по развитию АПК при торгово-промышленной палате России Владимир Лищук. О работе в условиях специальной военной операции, о работе, которую правительство, министерство, ведомство предпринимают для облегчения жизни и деятельности предпринимательского сообщества, бизнес-сообщества, ну конкретно даже аграрного сообщества, фермеры, производители продукции, те люди, которые непосредственно работают на земле. Мы хотим вам рассказать, как правильно работать, что нового, что сделать для того, чтобы бизнес даже в этих условиях развивался. Более 220 километров газопроводов построено в республике за последние 10 лет. Это позволило газифицировать 40 населенных пунктов, что вдвое превышает показатели 10 предыдущих лет. В целом уровень газификации региона вырос с 73% до 82%. Первичный пуск газа был осуществлен в 9 населенных пунктах Урупского, Зеленчугского и Карачаевского муниципальных образований, в том числе на труднодоступных горных территориях. Вместе с тем в регионе будет построено 6 межпоселковых газопроводов для обеспечения 19 сел газом по программе развития газоснабжения и газификации республики. Инвестиции публичного акционерного общества «Газпром» в газоснабжение и газификацию Карачаево-Черкесии до 2025 года составят 2 миллиарда 700 миллионов рублей. В Домбае появится новый туристко-информационный центр. Его создание стало возможным благодаря получению республикой федерального гранта на развитие туристического кластера. Главная цель нового проекта – создание площадки для консультирования представителей туристического сообщества и продвижения информации о турпродуктах курорта, поскольку центр объединит информацию о местных достопримечательностях, исторических и культурных ценностях и мероприятиях, а также экскурсионных маршрутах, транспорте и развлечениях. Об этом расскажет министр туризма и курортов Расул Тикеев. Домбае – это старейший и популярнейший курорт не только на Северном Кавказе, но и на территории всей страны. И, конечно же, актуальным становится создание единой сервисной службы на территории. Туристы смогут получать необходимую информацию. Информация будет достоверной. Это будет, как и размещены цифровые карты, будет приложение, созданное к этому ТИЦ электронное. Также это будет оказание услуг. Это необходимо на сегодняшний день для того, чтобы туристы могли получать более качественные туристские услуги и, в принципе, информацию о том месте, где они находятся и о регионе в целом. Центр управления регионом Карачаева-Черкесии подвел итоги работы и рассказал о приоритетных направлениях на ближайшее время. Основная задача ЦУР – выстраивание коммуникаций между органами власти и жителем республики. Зафиксированные в системе «Инцидент-менеджмент» обращения жителей республики оперативно направляются в профильные министерства и ведомства для дальнейшего решения проблемы. Для предоставления первичного ответа на сообщения специалисты потратили 54 минуты. Таких результатов удалось добиться благодаря слаженной работе с ответственными сотрудниками органов исполнительной власти и местного самоуправления, которые отвечают за коммуникацию с населением в соцсетях. Главный санитарный врач Карачаевой-Черкесии Сергей Бескокотов рассказал журналистам республиканских СМИ о результате мониторинга эпидемиологической ситуации по ОРВИ-гриппу в республике. В этом году мы выделили уже 18 лабораторно подтвержденных случаев гриппа среди населения республики. Из них только на прошлой неделе было выделено 13 случаев. Из этих 13 случаев могу сказать, что ни один человек не был привит против гриппа в течение предыдущих нескольких месяцев. В нашей республике всего привито против гриппа больше половины населения, порядка 51%. Это довольно-таки большая цифра, количество иммунной прослойки у нас довольно-таки высокое, но 50% все-таки не защищены и подвержены заболеваемости. Что можно сказать о характере заболеваемости в данный период? Где-то треть случаев, примерно каждый третий заболевает тяжело, в средней тяжести. Две трети проходят в легкой форме течения. В настоящий момент болеют как дети, как и взрослые. Наблюдается это практически по всем районам республики, у нас нет. Ну, может быть, только в Рубском и Малокарачаевском районах заболеваемость чуть-чуть ниже, но также заболеваемость регистрируется. Руководителями предприятий имеется в виду это школы, детские сады. Точечно принимаются меры по приостановлению учебного процесса или по переводу детей на дистанционное обучение. Музей боевой славы Центропатриотического воспитания Черкесска «Авангард» открылся после реконструкции. Экскурсию по музею для школьников и гостей республиканской столицы провели Зуя Псхо, которая долгие годы руководила поисковым отрядом «Подвиг», и Альберт Зугаев, региональный координатор партийного проекта «Историческая память», заместитель руководителя исполкома регионального отделения «Одиной России». В этом году поисковая группа музея Центра стала федеральным победителем Всероссийского конкурса следопытских работ «Неизвестно солдат», который партия проводила в рамках проекта «Историческая память». Центр получил грант в размере 500 тысяч рублей, часть этих средств была направлена на реконструкцию музея. Здесь установили новое освещение и современные стенды, что позволило выставить большое количество экспонатов, приобрели большой телевизор для трансляции мероприятий, оргтехнику и расходы материала. А еще юные поисковики смогли поучаствовать в трех экспедициях. Группа школьников республики в составе 14 человек принимает участие в дополнительной общеобразовательной программе «Технолидер» во Всероссийском детском центре смены Краснодарского края. Программа направлена на развитие ключевых лидерских компетенций, обучающихся, поддержку социальной инициативы, ориентирована на выявление и реализацию лидерского потенциала обучающихся. В рамках мероприятия пройдут мастер-классы, экспертные сессии и встречи с успешными людьми, а также конкурс «Эссе. Лидер будущего», конкурсная программа «Талантливая смена» и многое другое. В Москве стартовал финальный этап российской национальной премии «Студент года-2022». Студенты Диана Кумукова, Мадина Малсугенова и Дарина Булгарова представляют регион в таких номинациях, как «Староста года» и «Творческая личность года». Подробности сообщил начальник управления молодежной политики и социальных проектов Карачаево-Черкесского госуниверситета Наурос Капушев. Пора признаться, что мы делаем столицу нашей любимой страны на Всероссийском студенческом форуме «Твой год-2022». Делегация из нашей республики, из Индустриально-технологического колледжа, Аграрно-технологического колледжа, Северокавказской государственной академии и, конечно же, Карачаево-Черкесского государственного университета приехала для участия в финале премии «Студент года-2022». Мы участвуем в направлении «Авторическая личность года», «Староста года» и «Киберспортивный клуб года». И мы, конечно же, победим, потому что всю неделю мы будем идти к этой победе и мы готовы стать лучшими. Спасибо вам за вашу поддержку. По поручению главы республики Рашида Тимрезова отремонтирован участок автомобильной дороги, соединяющей Черкесск, Хабес и Архыз. Он был включен в национальный проект «Безопасные качественные автомобильные дороги». Работы начались весной этого года. В ходе капремонта на участке заменили земляное полотно и устройство нового двухслойного асфальтобетонного основания. Покомментирует информацию главный инженер управления Карачаево-Черкесск-Автодор Моя Отхутов. На данном участке у нас двухслойное асфальтобетонное покрытие. Нижний слой из крупнозернистого асфальтобетона толщиной 9 см. Верхний слой из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 5 см. Данные асфальтобетоны приготовлены на основе современных ГОСТов, СНИПов и соответствуют всем нормативным требованиям, которые у нас действуют на сегодняшний день. До конца 2023 года отремонтируют четырехполосный участок федеральной дороги А-155 Черкесск-Дамбай, граница с Республикой Абхазия, на маршрутном отрезке от столицы региона до Усть-Джигуты. Об этом рассказала пресс-секретарь управления федеральных автомобильных дорог Кавказ Милана Тхамокова. Ввиду возросшей интенсивности движения свыше 25 тысяч автомобилей в сутки, на существующем покрытии образовались дефекты – трещины, колейность и сдвиги покрытия, а на отдельных участках наблюдается застой воды у подошвы насыпи. Итогом ремонта по заказу ФКУ «Пордор Кавказ» станет восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик и изношенных покрытий дорожной одежды на популярном туристическом направлении. Дорожники выполнят фрезерование старого асфальтобетонного покрытия и усилят основание методом холодной регенерации. Данная технология позволит использовать повторно отфрезерованный материал, что является примером безотходного производства, а также при помощи специальных добавок сделать дорогу более устойчивой к нагрузкам. Затем устроят два слоя асфальтобетона – выравнивающий и верхний щебеночно-мастичный, который отличается стойкостью к износу и высокими показателями сцепления колес с дорогой. По такому же принципу отремонтируют примыкания и пересечения. В рамках инженерного обустройства на объекте заменят бортовые камни и нанесут разметку из долговечного термопластика. ГИБДД Республиканской столицы призывает жителей и гостей Черкеска быть внимательными к дорожным знакам. По распоряжению мэрии изменено направление транспортного движения на площади Кирова на участке от улицы Горького до Кавказской. Об этом рассказал инспектор направления по пропаганде отдела ГИБДД МВД России по городу Черкесску майор полиции Руслан Каблахов. Хочется обратиться к гражданам, чтобы они были внимательнее и смотрели на знаки. За данное нарушение идет административное наказание в виде штрафа в сумме от 5000 рублей либо лишение водительского удостоверения от 4 до 6 месяцев. Знак, который стоит под уступой дорогу, поворот налево запрещен. Здесь штраф идет от 1000 до 1500 рублей. В региональном министерстве физической культуры и спорта подвели итоги выступлений борцов вольного стиля Карачаева-Черкесии на официальных первенствах и чемпионатах в этом году. Всего наши спортсмены завоевали 12 золотых, 4 серебряных и 11 бронзовых медалей. 9 борцов из Карачаева-Черкесии вошли в основной и резервный составы сборной команды России по вольной борьбе в разных возрастных категориях. С 15 декабря текущего года по 15 января следующего года в картины галереи Черкеска пройдет выставка «Сокровища земли нартов». Представленные работы продемонстрируют эпические образы персонажей и героев нартиады и их быт, созданные на основе одного из мировых памятников устного народного творчества нарты. Будут выставлены работы как известных, так и молодых художников и мастеров декоративно-прикладного искусства Карачаева-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Сотрудники Усть-Джигутинского следственного отдела провели встречу с учащимися Усть-Джигуты с целью профилактики экстремизма в подростковой среде. Школьникам рассказали о недопустимости проявления экстремизма в какой бы то ни было форме. Особое внимание обратили на соблюдение мер предосторожности, в том числе в социальных сетях. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по Карачаево-Черкесии облачно местами осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, в горах сильные осадки. Ветер северный четверти 5-10 метров в секунду. В горах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 2, плюс 7. В Черкесске небольшой дождь, ветер северной четверти 5-10 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 4 градусов. Субтитры предоставил DimaTorzok 14 декабря в 16.30 вы сможете задать свой вопрос главе Республики Рашиду Тимрезову. В прямом эфире телеканалов «Россия-1», «Архыз-24», а также в эфире «Радио России» и «КЧРФМ» и на официальном аккаунте главы Карачаева-Черкесии «ВКонтакте». Вопросы можно задавать уже сейчас по многоканальному телефону 8 800 222 44, а также присылайте свое видеообращение в телеграмм на номер 8 918 710 99 90. Прямая линия с Рашидом Тимрезовым. 14 декабря в 16.30. Продолжайте жизнь, и она полюбит вас. Соблюдайте правила дорожного движения. Пешеход, не спеши, будь внимателен на дороге. Переходи дорогу только в положенном месте. Переходя дорогу, убедись, что водители тебя пропускают. Водитель, скорость сбавь. Ослабь педаль. На тот свет не стремись до срока. Вы слушали Радио России. Карачаева-Черкесия. До новых встреч!